Вот, собственно, мы и вернулись домой. Хорошо, что у нас еще вот такой вот есть свет неплохой. С пауэрбанком. И мы еще сбегаем за водой, и заодно сбегаем в интернет в Гоккарну. И заодно покушаем что-нибудь в Гоккарне. Так, мы выглядим. В общем, прервемся на рекламную паузу. Нас попросили еще купить вот такие вот фонарики. Будем снимать какой-то видос. В общем, вот, я думаю, что интересно. Какие, блядь, скучно тут с собаками. Балуются, пока я набрал 2,5 литра воды. В общем, идти будем в город. Одна как-то кунка-ко, на комбинации. Странно, но на него накакала корова. Это хороший знак. Ты для нас один бомбин. Да. Мы правильно выбрали местяк с баунти в холодильнике. Спасибо. И так, мы прикупили тут баунти. Мы уже набрали воды, уже вернулись в город. Сейчас пойдем по сниму в интернете. Рупий на 20. И так, пробуем баунти местного разлива. Но, слава богу, был в холодильнике. Я, честно говоря, когда покупал, в этом сомневался. Думал, что будет кашля из баунти. Но нет, стоит 40 рупий. Я, честно говоря, давно не делал наш баунти. Как минимум, тут полтора месяца находимся. И я и так, Саня, часто брал баунти. С всякими шоколадками. Вот. Ну, похож. Если наш не вкуснее. Я когда сказал, возможно, наш тоже вкуснее. Ну, баунти как баунти. 40 рупий. Примерно 15 гривен для 50 рублей. Снова пришли сюда в интернет-клуб. Привет. Вот наши парни тоже ходят. Честно говоря, там у нас есть люди, которые... у которых есть 3G-связь. Но мы, честно говоря, не пробовали. Наверное, будет достаточно дорого. Ноутбук достаточно быстро работает. Вот. И, собственно, за 20-40 минут можно гораздо больше. Вот тратить, я думаю, чем эти 10 или 20 рупий несчастных. Так что пока попробуем посидеть тут еще. А завтра уже будем смотреть. И дальше будем смотреть. есть ли смысл в этом. Пока что будем сидеть за 10-20 рупий. Мы просто берем на 10-20 минут. На 20-40 минут, вернее. За 10-20 рупий. И нам хватает этого интернета пока что. Так что пока-пока. Будем сидеть в интернете. Мы вот зашли в еще один магазинчик. Он находится сбоку. От того пути, где мы обычно ходим, это такие вот палочки здоровянные. В общем, тут такие орехи, кэши продаются 150 рупий. Продаются вот такие вот. Абрикосы вот эти засушенные. Абрикосы вот эти засушенные. Кофе, наверное. 250 рупий килограмм. Таких вот. 125. 100 грамм 25 рупий. В принципе, с 25 рупий то, что надо. Вот финикав куча. Семена льна. Такие вот эти, как они называются, фиги. Фига. Вот соли разные. А я думаю, что это соль. Вот это соль. 100%. Спасибо за презент. Компра. Сол. Это соль? Сол? Сколько? Сколько это? Сол? Компра. Да, соль. Компра. Про гладану. Угу. Итак, мы купим для пробы одну пачку черной соли. Такие вот финики прессованные. Дей. Дей. Видите, хорошо, что мы сошли в бок чуть-чуть, потому потому что мы не видели, да, таких вот еще. За 20 рупий такие вот здоровые печенья. Вот такие вот штуки есть интересные. По 25 рупий. Мамс Мэджик. Мамс Мэджик. Печенье, которое мы любим. По 20 рупий. В общем, тут можно скупаться всякими бисквитиками. Не знаю, какой-то кофе. Или семена. Нет, семена какие-то. В общем, в принципе, хороший магазин. Поппи сити. Даже не знаю, что было Поппи. Это, наверное, вообще красный перец. В общем, огромное количество. Паундер. Гарлик, паста. Вот такие вот маленькие. Кэши, но они все достаточно дорого. 115-80. Это вот из... Ну, шоколада с чего-то делаем. Какао. А, семь. Добавляем на ангелы. Ага. Вот черный такие-таки вот. Ваниль и всякая такая вот штука. В общем, кучу всего можно набрать, но почти ничего из того, что нам реально надо. Нет. Финики. Такие вот сухие совсем. А вот тут еще кокосовая стружка есть. И рис. Рис есть. Написано, что вот этот... Очень маленький, тонкий и пухучий рис. В общем, будем попробовать. 18 рублей всего. Вот так вот скупились мы, короче. Черная соль. Всего на 30 рублей. Считайте, эти... Подарок нам вышли. Итак, имбирная вот такая вот... Да, биря такая. Надо, можешь раз. Вот такая вот имбирная конфета Эллади. Стоит всего одну или две рупии. Надо обязательно попробовать. Вот так. В общем, обзор боковой улицы. В Гакарне. Там вот... Вот с того магазина, в котором мы закупились. Было неплохое кафе какое-то. По крайней мере, оно так с виду показалось неплохим. Также нам вот дали поручение купить вот таких вот фонариков по 10 рублей. Маленьких. Будем стараться и купить, собственно. Тут еще есть вот такая вот штука, где там Роси копайся, наверное. И так далее. Но мы туда не будем. Наверное, заходить сейчас. У нас времени не так много. А мы думали, что это базар. Это 98 рупий. Мы увидели, что это вывезло. Может быть, это какое-то интересное, да? В общем, наш мужчина попросил зайти. Вернее. Помогал, что включил музыку для нас. Поэтому мы зайдем таки. В общем, все по 99. Прикольные, кстати, дождевики комбинезоны. Рубашка, дождевик. Необычно, неожиданно. Для сезона дождей это, конечно, то, что надо. Для детей, в общем, тут много всего. Футболочки простые, штанишки. За 100 рублей, кстати, норм штанишка. За 30 гривен. Это вообще такие послабее, штанишки. Не знаю, на кого. Ногей пораду. Смотри. Хорош. Камера. 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 Такие штуки, да, неплохие для презентов. Но учитывая, что мы по 50 слышали, что на пляже продают всякие штуки, то типа все равно было даже дорого. Вот такой вот тут еще храмчик небольшой. Стоят слойники позолоченные. Мы, честно говоря, первый раз на вот этой вот боковой улице. Сначала прошли, было интересно. Но сейчас уже не так интересно. Тут только отели такие редкие. И, собственно, и все. Надеемся, что мы скоро выйдем из этой, на Мейн Роуд. На главную улицу. И еще один храм. Вот такой вот тут. Тут, на самом деле, в Гоккарне очень много храмов. Мы, наверное, уже видели не меньше десяти. А то уже больше. В общем, идем на главную улицу. Написано Мейн Роуд там. И вот выходим мы на Мейн Роуд вот возле этого храма. Итак, мы зашли в такую вот лавочку. Тут, оказывается, есть рис. Мы уже взяли другой. Тут вот есть серый, желтый рис, какие-то разные. Также бананы вот в наличии. Сколько бананов? 40. Это очень вкусно. В общем, будем пробовать. На 20 рупий это и на 20 рупий. Это с кокосами, это с кэши. Вот такой вот тут. Яблоки. Яблоки. Вот такой вот рис с овощами. Сладкий, как ни странно. Похоже даже, что тут какой-то кокос есть. Есть что-то такое интересное. Похоже на плов. Плов с морковкой, с перцем, при этом сладкий. Что у нас сегодня трапеза с этими, с оладушками. Класс. Вот все. Так, мамочка. Вот, собственно, и все. Такое вот у нас было с Габриэлью. Удачное завершение нашего путешественнического дня. Мы прошли подряд все дальние пляжи Гакарны. Практически все. До каких-то мы, конечно, не дошли. Но, по крайней мере, Кодлибич, Омбич и, скорее всего, Парадайз мы прошли. Смотрите об этом в предыдущей серии. Также мы потом пошли, набрали воды. Посидели в интернете. Скупились немножко. Купили пару килограмм картошки. Немного овощей для завтрашнего просада. Мы завтра обещали помочь. С Габриэль что-нибудь приготовить на кухне. Заодно вам покажем, что как готовят парни в этой нашей секте. Шри-шри, конечно. Кстати, будет интересно. Реально готовить будем очень необычные штуки. Также мы еще купили черную необычную соль. Привезем ее домой. Такой ведический подарок. Это ведическая черная соль. По крайней мере, в Аюрведе она считается намного более полезной, чем обычная белая и даже чем морская. Также купили парням четыре маленьких таких фонарика, которые вы видели. Которые они просили для съемки каких-то видео. Они там будут, может, махать какими-то палками и так далее. Если нас пригласят, мы тоже снимем это действо. Еще купили необычную металлическую чистилку для языка индийскую. Возможно, как-нибудь вам ее покажем. Ну и, конечно, еще сладости. Поэтому в следующей серии мы с ГБЛ как раз сделаем для вас такой небольшой, вернее, даже относительно большой обзор сладостей. С теми, которые мы покупали дня два назад. Но до сих пор мы таких не попробовали ни одного. Так что соединим эти сладости и вместе с ГБЛ сделаем в следующей серии большой такой обзор индийских сладостей. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить эту серию. Ставьте лайки, поддерживайте нас. И пока-пока. Увидимся с вами в следующей серии. Посылки в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok